История Беларуси, билеты, билет первый, вопрос первый. И он называется так. Жизнь и хозяйственная деятельность древних людей на территории Беларуси. Вообще первопытный строй на территории Беларуси делится всего на три периода, которые называются так, как... которые получили название в зависимости от того, какими орудиями труда люди пользовались, из чего они были изготовлены. Это у нас идет каменный век, это у нас идет бронзовый век, и это у нас идет железный век. Это вам надо запомнить, что у нас есть всего три периода, и они зависят от того, из чего изготавливали орудия труда. Вообще человек на территорию Европы попал примерно 40-35 тысяч лет тому назад. И начал он свое расселение на южной части Беларуси, и первых людей называли кроманьонцами. Это от названия пещеры кроманьон во Франции. Там были найдены первые останки людей. Так, так, у нас по внешнему виду они были очень сильно похожи на современных. Люди приспособывались к жизни в холодных условиях. Помним, что у нас на территории Беларуси был ледник. Так, кроманьонцы начали расселяться на юге Беларуси, как я уже сказала ранее. Древнейшие поселения людей-стоянки были найдены в двух деревнях. Это Юровичи и Бердыш в Гомельской области. Они существовали примерно 24-21 тысяч лет до нашей эры. Здесь обнаружены останки очага, орудия труда из кремния, а также кости и черепа мамонтов, использованные для строительства жилища. Теперь подробно пройдемся про каждый период. Первый у нас период – это Каменный век, который у нас закончился, по мнению ученых, примерно в конце 3-го тысячелетия до нашей эры. За этот период произошло несколько наступлений ледника. Наиболее важные достижения, которые были освоены старыми, вот такими древними людьми, это освоение огня и запретение остроконечной секущих, режущих, колющих орудий. На территории, оставшейся свободной от ледяного покрова, люди использовали присваивающий тип хозяйства. Это когда они брали продукты питания в готовом виде, в таком, которым дает природа, то есть они забивали животных. Они занимались рыболовством. У них было множество разных вещей. Это удочки, костяные горпуны, сети, крючки для рыбной ловли. Также очень была популярна загонная охота на мамонтов, северных оленей и других животных. И для этого они использовали каменные топоры, примитивные копья. Или как тут написано, ДИД. Так, дальше. Я уже сказала, что такой тип хозяйства не называется присваивающим. После отступления последнего вот этого ледника, территория, которая была, в принципе, пустыней, начала заполняться реками и озерами, лесами и дикими животными. Древние люди стали постепенно заниматься индивидуальной охотой, и в этом им помогала первое прирученное животное – собака. Люди перешли к оседлому образу жизни. На всякий случай вам скажу, существует оседлый кочевой. Ну, это то, что я точно знаю. Кочевой – это когда они перемещаются с одного места в другое, в третье. То есть здесь они уже испортили, там, грубо говоря, территорию. Здесь они уже пожили, пошли там, где лучше. А оседлый образ жизни – это там, где они сами пытаются создать себе комфортные условия. Так, то есть они оставались на одном определенном месте. Так, они также изобрели лук и деревянные стрелы с кремниевым накаменечником, высверленные и шлифованные, господи, что с языком, каменные топоры. Каменную зернотерку начали использовать при рыбной ловле, выдрабленной из дерева чулны лодки. Начало зарождаться гончарство и ткачество. Люди стали изготавливать остроконечную, остродонную, глиняную посуду, которую втыкали в землю, либо ставили в центр костра. Они не знали, что такое стол в то время, поэтому это единственное, что они смогли придумать, в принципе. Незаменимым материалом был кремень, как вы уже поняли. Его добывали в шахтах, либо же в колодцах на глубине 3-5 метров. Был найден вот такое местечко археологами поселка Красносельский Волковыского района. Так, первым известным их коллективом людей это было первобытное человеческое стадо. Вероятно всего, кроманьонцами жили уже родовыми общинами, которые были, в принципе, связаны с родом, с родственниками, которые объединяли примерно 50-70 кровных родственников. Во главе общины стоял избранный ими же старейшина. Постепенно роды начали объединяться в племена. Некоторые историки разделяют мнение о том, что родство шло по материнской линии, так как женщина имела очень важную роль, и вот это все называется у нас матриархатом, или же материнским родом. Далее. У нас идет бронзовый век. На территории Беларуси продолжался с начала 2-го тысячелетия до нашей эры, до 8-го века до нашей эры. В это время изделия из меди и бронзы начали попадать на территорию Беларуси. Так как на территории Беларуси у нас не было ни олова, ни меди, чтобы получить сплав бронзы, люди начали постепенно приручать все больше и больше животных и начали заниматься животноводчеством, то есть разводить скот. Также они начали пытаться что-то сделать с землей, то есть они сначала, так, как это называется? Так, сначала они пользовались, земледелие было у нас мотыжным, то есть главным орудием труда была мотыга, потом у нас было посечное огневое. Это когда выкорчевывали пни, ну, срубали деревья, выкорчевывали пни, все это сжигали, и вот тот пепел, который они получили, использовали в качестве удобрения. Муку, которую они получали, они терли на зернотерках. И это все у нас называется производящее хозяйство, то есть они сами начали пытаться себя обеспечить необходимыми продуктами питания для выживания. Так, и они также начали делать плоскодонную глинянную посуду, ну, то есть они там, например, подоили корову, чтобы это молоко не пропало, они его вот начали сливать. Или же, например, чтобы сохранить зерно, также это использовали. И из-за того, что у нас появилось животноводчество, и вот это потечное огневое хозяйство, это было все очень тяжело физически. Этим занимались мужчины, получается, мужская роль очень сильно возросла, и возросла она больше, чем материнская, и поэтому у нас начался патриархат. Так, во время Бронзового века на территорию Беларуси начало приходить все больше и больше индоевропейцев. Это многочисленные племена животноводов, кочевников, которые первоначально жили в Малой Азии по соседству с народами Древнего Востока. В период расселения на территории Беларуси у нас образовалось три больших, так сказать, главных ведущих племенных объединения. Это германцы, это у нас славяне Балты. Ну, Балты в том понятии, там, где они расселялись. Это у нас современные латыши-литовцы, и они начали постепенно осваивать территорию Беларуси. Далее у нас идет Железный век, который у нас начался с 7 века до нашей эры. Люди научились добывать железную руду. Ее называли болотной, потому что они ее находили на болотах, и она имела вот такой вот неприятный буруй цвет, и вот поэтому они ее называли болотной. Или могли еще также находить под зерном на лугу. Из руды выплавляли в сыродутных печах-домницах, сделанной из глины поростую массу, кричиной железа. Постепенно у нас начало развиваться пашенное земледелие. При обработке земли начали использовать деревянные оралы железным наконечником, который у нас назывался Нарок-наконечник. Совершенствование орудия труда, и то, что у нас появились излишки продуктов питания, привело к имущественному неравенству среди людей. Поэтому у нас появились бедные и богатые, между ними происходили стачки, и люди для защиты начали строить укрепленные поселения-городища. Теперь поговорим насчет первобытного верования и искусства. Люди древние не могли объяснить погодные явления, почему у нас идет дождь, почему у нас гремит, почему светит солнце, что такое ветер, они ничего не могли объяснить, и для них это было что-то сверхъестественным, чем-то божественным, поэтому они верили во что-то сверхъестественное. И, собственно говоря, например, когда человек умирал, его хранили головой на запад, лицом на восток, типа к восходящему солнцу, либо его могли сжигать, потому что считали огонь, какой-то священной силой, что он обладает. Как-то так. Также они начали насыпать курганы, это, ну, там, где людей хранили, на 1-2 метра, это место засыпали песком. И также им клали их вещи, которыми они пользовались, якобы они пригодятся в другом мире, что дужа вечная, ну, вы поняли суть. Возникновение религиозных первоней, а также хозяйственное занятие древних людей, повлияли на зарождение первобытного искусства. начали создавать объемные массы людей, объемные образы людей, об этом свидетельствуют найденные статуэтки в виде мужчины, женщины, лося, утки. Также начали расписывать, делать рисунки на посуде, на костях, появились женские украшения и музыкальные инструменты, например, бумбин и дудки. Ребят, это мое первое видео, которое я именно рассказываю про историю в Беларуси. Мне очень сложно это записывать, правда, я буду стараться, надеюсь, что с каждым билетом будет получаться все лучше и лучше, но надеюсь, что вы меня поддержите, что вы не закидаете это видео дизлайками. С вами был Анон Вилвишер, всем удачи на экзаменах, следите за моими видеороликами, потому что если вы будете за ними следить, вы их 100% сдадите на все 10-120 баллов. Всем спасибо за просмотр, всех люблю, целую, всем хорошего настроения, всем удачи на экзаменах. Удачи всегда будет с вами.